почему в аргентине не принято произносить имя бывшего президента в китае категорически запрещено дарить часы и книги а в дании считается нормой дарить куски фарфора почему в индии нельзя мыться по четвергам в японии фигурка кошки приносит удачу бизнесменам а в испании защищаются кактусами в каждой стране и культуре есть свои традиции обычаи а также приметы и суеверия какие то из них похожи на наши но некоторые настолько странные что сложно поверить то что они вообще существуют отправляясь в другую страну имейте ввиду существование этих примет чтобы не было проблем с местными и чтобы не накликать на себя беду и так аргентина посещая родину танго и попивая вино за одним столом с аргентинцами и вздумайте завести разговор о бывшем президенте стране карлосе мэнэн он здесь как местный волан-де-морт и его имя нельзя называть еще во времена правления им страной начали ходить слухи о проклятии связанными с президентским именем сперва из жизни ушли два человека которых меня нам назначил на высокие посты еще в начале своей карьеры а когда президент присутствовал на чемпионате мира по футболу в 1990 году он решил пожать руку нере помпидо вратарю и игроку национальной сборной страны но тот знал о проклятии а потому руку не дал но постучал себя по колену в этот момент спустя какое-то время футболист разбил себе коленную чашечку также в аргентине считается что если встретишь рыжеволосого человека то от тебя отвернется удача и потом преследовать неудачи будут ровно столько сколько пуговиц на его одежде так что если вы рыжий приехали в аргентину не удивляйтесь если вас будут обходить на несколько метров кстати вариантов того откуда пошло выражение что я рыжий что ли достаточно много и один из них что пошло это именно отсюда из аргентины пошло это суеверие еще со времен инквизиции когда все поголовно были уверены что именно рыжеволосые являются ведьмами и колдунами но если вы сами встретите рыжего человека и боитесь что потеряете удачу то просто возьмитесь за пуговицу своей одежды это вас убережет если вы окажетесь в аргентине в конце месяца то не отказывайте себе в удовольствие поесть ньокки картофельные клетки родом из италии традиция появилась в далеком восьмом веке когда молодой и врач пантелеон отправился в италию чтобы лечить больных и помогать немощным однажды он сильно проголодался а возможности поесть у него не было тогда он попросил у мимо проходящей бедной семьи чего-нибудь поесть те угостили его ньокками было это 29 числа и с тех пор 29 число любого месяца аргентинцы едят итальянское блюдо есть еще одна версия что эти клетки едят именно в конце месяца так как в это время заканчивается зарплата ну а так как ньокки еда недорогая то позволить ее себе может каждый что нельзя делать в китае если вас пригласили на день рождения к выходцам из китая ни в коем случае не дарите им книгу или часы слово книга в китайском языке созвучно со словом проигрыш поэтому считается что от такого подарка ничего хорошего можно не ждать изображение же часов похоже на иероглиф означающий кончину а потому подарив китайцу часы вы можете прослыть человеком который не желает имениннику ничего хорошего обувь дарить тоже так себе идея и опять это связано с созвучностью слов китайское слово обувь похоже на китайское зло со словом обозначающим конец жизни созвучно также цифра 4 а потому не удивляйтесь что в стране вы не найдете ни домов с таким номером ни 4 14 или 24 этажа а также не сможете сесть в самолет китайской авиакомпании в ряд с этой цифрой потому что их просто нет как и любой турист попав в китай вы наверняка захотите попробовать все традиционные блюда одно из самых известных китайских блюд лапша когда будете есть обратите внимание на ее длину считается что чем больше длина лапши тем дольше вы проживете а еще обращайте внимание на то где и что у вас стоит в комнате китай родина фэншуя и от того как вы обустроите ваше жилище зависит ваше благополучие а китайцы к этому очень серьезно относятся странные приметы дании многие из нас верят что разбитую посуду держать дома плохо и опасно мол она приносит неудачу почему славяне верили что предметы со сколами и трещинами вселяется нечистая сила это нечистая сила живущая в битых тарелках горшках и чашках вредила хозяевам дома поэтому от такой посуды избавлялись откуда в таком случае пошла мода говорить на счастье о разбитых предметах все просто посуда в древности стоило дорого ее берегли чтобы хоть как-то подбодрить расстроенных владельцев которые разбили драгоценную посуду и мы говорили посуда бьется на счастье так например датчане специально разбивают тарелки а потом дарят осколки родственникам таким образом они дарят своим близким частичку удачи и благополучия которая будет с ними весь год так что принимайте такой необычный подарок с радостью и благодарностью да и разбив посуду у себя дома не спешите ее выбрасывать вдруг у вас появится друг датчанин необычные приметы индии пожалуй индия эта страна которая обладает самыми странными приметами и чаще всего они привязаны к времени суток или к дням недели так если вы окажетесь в индии то не стоит стричь ногти по ночам а также во вторник и субботу волосы лучше не мыть в четверг и субботу может быть это из-за того что выходные у парикмахеров приходится как раз на четверг а если вы решите пообедать со своими индийскими друзьями то делайте это в понедельник среду пятницу или субботу так как совместный прием пищи во вторник приведет вас к ссоре в четверг сделает вас врагами а если потрапезничать воскресенье то ваши семьи встанут друг против друга если окажется так что вы обнаружите по дороге мертвую змею или не дай бог случайно прикончить ее сами то похороните ее достойно со всеми почестями завернутую шелк иначе несчастья вам обеспечены а вот если вы у себя в доме обнаружите ящерицу то это знак хороший к богатству и да не удивляйтесь что если оказавшись на гуак вам в номер прибежит геккон и никто не будет его выгонять как бы вы не орали и не плакали это здесь обыденное дело поскольку геккончики безобидные и как уже было упомянуто они приносят богатство зачем тогда их выгонять даже в пятизвездочных отелях они не редкие гости если дома вы встретите паука а ваш дом находится в японии то ваши дальнейшие действия а также судьба самого паука зависит от того в какое время суток вы его обнаружили если с утра то это хороший знак и весь день вам будет сопутствовать удача однако если паук встретился вам ночью то знак плохой и здесь в отличие от русской приметы где запрещено убивать пауков это сделать можно так вы избавите себя от бед несмотря на то что япония опережает многие другие касательно технического прогресса многие японцы остаются верными древним традициям и по сей день если вам посчастливилось найти работу в стране восходящего солнца то не поскупитесь на приобретение манекенеку фарфоровой или керамической фигурки кошки с поднятой лапой уверен что многие из вас и и уже видели считается что она приносит удачу в бизнесе манекенеку дословно обозначает приглашающий код или манящий код это код который притягивает деньги к странные приметы испании переехав в испанию первым делом обзаведитесь кактусами которые вы разместите на подоконнике испанцы уверены что это растение способна препятствовать появлению злых духов когда те решат проникнуть в дом через окно кстати переезде в испанию и получение внж вы можете узнать на сайте 3ws maps точка ру линк ставлю в описании к данному ролику если в большинстве стран неудачным днем является пятница 13 то в испании это вторник 13 а все потому что вторник на испанском звучит как мартес и произошло от марса бога войны а значит день недели также несет в себе энергию зла и разрушений у испанцев даже есть поговорка во вторник не женись не восходи на корабль и не выходи из дома но число 13 связано с тринадцатым апостолом христа и 13 главой апокалипсиса поэтому вторник 13 несет в себе сразу двойную угрозу придя в гости к испанцу во время дождя не стоит раскрывать зонт в помещении чтобы он высох как это принято иногда у нас открытый зонт в помещении дурная примета считается что открытый зонт прерывает связь с позитивной энергией космоса если вам понравился данный выпуск не забудьте поставить ему лайк так же заходите на наш второй канал с maps education про образование за границей